Чтобы нужно стало время изучать стиха, мы избрали как первым, довольно пространным для нашего фестиваля стихотворение Бориса Пастернака «Рождественская звезда», которое на его реформу выражает, как нам оказалось, поэтический подвиг на это великое событие. Борис Пастернак «Звезда Рождества». Стояла зима, дул ветер и степи, и холодно было младенцу вертепи на склоне холма. Его согревало дыхание вала, домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дылька плыла. Доху, отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса, с просонья, полночную даль пастухи. В дари было поле в снегу и погост, ограды надгробья, оглобля в сугробе, и небо в кладбище, полное звезд. А рядом, неведомая перед тем, застенчивой плошке, в окон с осторожки мерцала звезда по пути Лифмиена. Она пламенела, как стоп в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой, соломой и села, сред целой вселенной, стревоженной этой новой звездой. Растущая за его телом над ней, и значила что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и после кузбрули, один малорос ведь другого шажками спускали из горы. И странным видением грядущей поры вставало в дари все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галереи и музеи, все шалости феи, все дела чародеи, все елки на свете. Здесь все сны детворы, весь трепет, затеплены свечи, все цепи, все великолепие цветной мишуры. Все злее и свирепее дубы, ветер и степи, все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки орехи, но часть была видна отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревья верхи. Как шли вдоль забруды ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, сказали они, запахнув кожухи. Отшарканье поздниху, сделанная жарко, по яркой поляне листами слюды вели захибарку босые следы. На эти следы, как на плане огарка, ворчали орчатки при свете звезды. Поросная ночь походила на сказку, и кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь за Пасхой, и жались под Пасху, и ждали беды. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шар оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась араба-народы, святаны, а значились кедров стволы. А кто вы такие? Спросила Мария. Мы, племя пастушьи и небо послы, пришли вознестить вам обоим хвалы. Всем вместе нельзя, подождите уход. Средь серы, как пепел, предутренней мглы, топтались погонщики и арционы. Ругались со всадниками пешеходы у выдумленной водопольной колоды. Рибели верблюды, лягались ослы. Светала, рассвет, как пылинка золы. Последние звезды сметал с небосвода. И только волхво из несметного сброда Впустили Мария в отверстие скалы. Он спал, висияющий в яслях из губа, Как месяца луч в углубленье дупла. Ему заменяли обчинную шубу Аслиные губы и ноздри мала Стояли в тени, словно в сумраких веках. Шептаясь, едва подбирая слова, Вдруг кто-то в потенках Немного налево Отъясни рукой отодвинул волхва. И тот оглянулся С порога надел И, как гостья, смотрел Звезда Рождества. С праздником! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!